Задорный блеск в глазах Николай Игнатьевич Гуменюк отметил 92 года Родился в семье крестьянина Отец с матерью работали в колхозе Я окончил 5 классов И началась война в 1941 году После отец на фронте был А мы с матерью так остались Немцы окружили нас Никакого отступления ничего не было Ну и так в течение 41 года по 44 год Март месяц мы были в оккупации Жили, конечно, соответственно Как это мы знаем по истории Нигде никого курортов не было Жили, выживали, убивали Все было там Беззаботное детство Николая закончилось Когда началась Великая Отечественная война Его родной поселок Литичев на Украине Оккупировали немцы О том времени остались страшные воспоминания Пожары, стрельба, вой вражеских самолетов Разрушенные бомбежкой здания Постоянное чувство голода Когда немцы пришли У нас с домика, деревянный дом был такой у нас Крестьянский Выгнали Там немцы были, а нас в сарае Мы в сарае так и прожили целые три года Во время войны еще Еще война шла Я работал в колхозе И помогал уборке урожая Снабжал, так сказать, хлебом И всем прочим Как это было, да После этого уже служба армии А служба это тоже трудовой подвиг Потому что надо служить было Надо охранять и рубежи наши И спокойствие И чтобы другие могли работать и трудиться И возрождать хозяйство, которое было все разрушено В 44-м году, в марте месяце Мы были освобождены Оккупации снято у нас было И я после этого еще работал целый год в колхозе После окончания, то есть работы в колхозе Я пошел в школу Окончил 7 классов После 7 классов решил С другом еще вместе мы учились Решили, ну где-то стать военными Прибавили себе погоду И рванули в Ленинград Нашли мы этот экипаж Балтийского флота А нам говорят Вы же опоздали Вот, поезжайте домой Еще год там будьте А потом вас заберут в армию Ну и вот мы обратно таким же путем Поехали домой Ну, конечно, ни денег, ни того, ни трети Ничего не было Ехали мы оттуда, как раз было Уже лето Подсолнечники были Поезда эти останавливались Творняки, где мы на крыше ехали Мы эти подсолнечники, где они росли Резали Нарезали Заготавливали Мешочек И на этой крыше Ели И так доехали мы Ну, просили кое-где хлеба Вот И доехали домой Приехали домой Про учебу пришлось забыть Школы закрылись Детей вместе со взрослыми Заставляли работать на колхозных полях Однажды, проходя мимо своего дома Коля решился зайти внутрь Ну, я зашел И снял Ну, видимо Детское любопытство Снял пистолет с ремнем Ну, и начал Смотреть там Ну, даже не затворил Ни затвора, ничего Я не разбирался в нем И в это время Ни с того, ни с сего Врывается он в комнату И когда увидел это дело Он меня схватил за руку Вырывает этот пистолет Он думал, что я действительно Собираюсь его застрелить Или чего-то И прямо у меня за шиворот И тащит туда На огород А там мать То же самое было Работа на огороде Ну, и когда она увидела Что он меня тут Хочет пристрелить Он меня там согнул В эту землю Ногой так придавил Вот, она бросилась И на колени Начала просить Понимал она Не понимал, ты не понимал Не знаю Он в эту плюнул Ногой мне дёрнул Ещё Пистолет В смысле Взял Ремень На пояс себе И ушёл Ну, и после этого Ну, это было Там два дня Примерно Он ещё был Но Там Плохо до того Что Мы уже Я не показывался Вообще боялся ходить Потому что Если он тогда Меня не прибил Так он в другой раз Эта встреча Лицом к лицу Со смертью Стала не единственной В его жизни После окончания Восьми классов Коля вместе с другом Поступил в индустриальный технику Шёл 1947 год Но спокойной жизни На Западной Украине Не была Повсюду орудовали Банды На борьбу с которыми Привлекали Вчерашних школьников Вызывает НКВД И говорят Что вы приехали Восточники Мы только можем На вас опереться Вам доверить Потому что Местные ребята Студенты Они связаны С бандами С бандами И на них Надеяться Они приходятся И вот нас Там Определённая группа людей Человек пять Наверное У нас было Подготовили В течение недели Там Стрелять с автомата С винтовки Бросать гранаты Вот Ну Нам выдали Форму Там всё прочее И вот Мне приходилось С марта Вернее Не с марта Примерно С октября Месяца По весну По март Месяц Участвовать В боевых действиях С бендеровцами В лесах Они прятались В лесах Там У них были Сохроны И на хуторах И на хуторах Они тоже Были Там Местные жители Их подкармливали У них Там база Была Своя И они Там Собственно Много Сделали По уничтожению Того Что Уничтожали Наших советских Работников Учителей И других Которые Ну Военных То же самое И поэтому Вот нам Приходилось быть Я участвовал В трех В трех боях С бендеровцами Потом Еще раз Участвовал В организации Колхоза Местного Ездили мы В один Из Скольевской Район Там такой был В Скольевском районе Организовали колхоз После этого Последний Уже Когда Это уже было В марте Месяце Эти хутор Бендеровские Семьи Они их Банды Подпитывали Поэтому Принято Было Решение Подогнать Окружить Ночь Это было Дело Подогнали Туда Недалеко Товарняк Оборудовали По перевозке Людей И Все Эту Хутор Семьими Семьи Прочими Их Поместили В эти вагоны И отправили Где-то В Сибири В одной Из таких Операций Николаю Подстрелили Левую руку После ранения Страха перед опасностью Не было Гораздо страшнее Казалось Увидеть Повешенными На растущих вдоль Дороги Деревьях Ребят Вместе с которыми Организовывали Колхоз В одном из сел Буквально Через неделю Примерно А может Меньше Было Не помню Получили Телеграмму С техником Директор Взывает Говорит Вас НКВД Мы туда Нам там Говорят Вы Были В таком-то районе Были Вы организовали Да Организовали Ну там Пахали Ходили на поле И так далее А у вас Ребята были Там Которые Вам помогали Вместе Были Семь человек Одна девочка И пацаны Были еще Ну вот Так вот Поезжайте И будете хоронить И мы поехали Поехали А там такая Дорога идет Шоссе Дубы Вокруг Справа Слева И на этих Дубах Их повесили И когда мы ехали Они повешены Все были Участие В боевых действиях Определило Дальнейшую судьбу Николая Гуменника Стать военным Проучился В училище После этого Было Такой Светлан Нас Ну я По второму Разряду Закончил Училище И меня Оставили Там же В полку Местном Командовать Командиром Огневого взвода Боевой расчет Которым командовал Новоиспеченный Лейтенант На первых же Учениях Показал лучший Результат И был отмечен Личным маршалом Коневым Обучая курсантов Он и сам учился Заочно Окончил Исторический факультет Черновицкого Госуниверситета Сделал Блестящую карьеру Чувствуешь Что Ты Не зря Живешь Что-то делаешь Полезно Для страны Для родины И Собственно Если ты Военный человек Так и должно быть В 33 года Николай Игнатьевич Стал начальником Штаба батальона Выйдя в отставку После 29 лет Службы Полковник Гуменюк Решил не сидеть Дома без дела И устроиться Работать С первым помощником Капитана танкера Торгового флота За 11 лет Побывал В 22 странах Все капитанские страны Вот это Всю Европу Единственное Не было В эту сторону Америки Не было Ну там Китай и прочее А вот Все эти страны Обязательно Бассейны Именно Ледовитый океан Белое море Северное море Балтийское море Средиземное море Черное море В общем Андреатиков Все это Миловизили Наступил 90-й год Ну тут Перетрубация такая Ельцинская Все это дело Свернули А я был первым Помочь капитана Это первый Помочь капитана Если Так На наши Разобраться Что оно такое Это замполит По сути дела Экипажа Который Вот По сути Ну они не нужны В Женистане И нас всех уволили Уволили Это было 90-е годы Ну куда деваться Дома тоже сидеть не будешь Я пошел На железную дорогу Хотя Его возраст Там же 60 лет Но он говорит Ну ничего Ты еще справишься Давай И я пошел На железную дорогу На железную дорогу Устроился Инженером По гражданской обороне И одновременно Мне избрались К второму Совет ветеранов И вот на этой железной дороге 25 лет Только 87 лет Николай Игнатьевич Вышел на пенсию Но и сейчас Николай Игнатьевич Крепок Духом и умом Полон жизненных сил Ведет активный образ жизни Работает на даче У него хорошая семья Сын Трое внуков И четверо правнуков Будущий Николай Игнатьевич Смотрит с оптимизмом И ставит перед собой цель Обязательно встретить Вековой юбилей Самара достойна звания Город трудовой доблести К акции по сбору подписей Может присоединиться каждый Голосование на сайте Самарадоблесть.рф Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»